Здравствуйте, дорогие друзья! Друзья, вы смотрите программу «Звезды русского мира». И в преддверии 9 мая мы решили побеседовать с певицей Викторией Макарской для того, чтобы поговорить с ней о том, как она переживает период самоизоляции, как готовится их семья к празднику Великой Победы. Виктория, здравствуйте! Ну что, как вы переживаете режим самоизоляции? Ну мы все очень счастливо переживаем. Я не вижу вообще, честно говоря, никакой проблемы в этом режиме самоизоляции. Ну, кроме того, что нам всем приходится стремительно привыкать к новому качеству жизни. Ну, я всегда была оптимистом, я всегда была открытой, готова к новому. И всегда считала, что самое главное, чему нужно научить своих детей, это стремительно меняющимся мире, в этом сумасшедшем мире, научиться жить радостно, научиться делать какие-то уроки и самостоятельно принимать решения. Вот. Я вообще такой человек, я во всем пытаюсь найти хорошее. И даже вот в этой, во всей ситуации, я нашла очень много позитивных моментов. Не только для тебя, но вообще для нашей семьи в целом. Какие? Расскажите о них. Ну, например, мы стали очень много времени проводить вместе. Это во-первых. Мы стали очень много разговаривать и общаться. Мы узнали друг о друге очень много нового. И, конечно, все, что мы хотели вместе посмотреть, мы смотрим. То, что мы хотели вместе почитать, мы читаем. У нас очень много времени стало уходить на то, чего нам не хватало, на книги. Мы стали читать. И не просто читать. Мы стали все это обсуждать вместе. И я могу сказать, что у меня такое ощущение, что у меня дети повзрослели, наверное, на год. Вот за эти пару месяцев у меня такое ощущение, что дети стали взрослее на год. Вот, во всяком случае, так вот влияет на нас вот эта изоляция. Но потом, да даже в бытовых каких-то отношениях, как хорошо дома-то побыть. Мы же все в какой суете живем. Мы въехали четыре года назад в наш таунхаус. И только сейчас я смогла действительно разобрать все архивы, привести все в порядок. Посидеть спокойно, посмотреть в окно. Никуда не бежать, никуда не торопиться. Это прекрасно. И вот ваш позитив, я надеюсь, он сейчас как никогда будет очень полезен нашим телезрителям, поскольку все немножко устали от самоизоляции. И я напомню, что наш канал называется «Русский мир». Виктория, вы с Антоном православные люди, воцерковленные, верующие. Скажите, как вы воспринимаете то, что сейчас сложно пойти в храм и нежелательно это делать? Я вообще не поняту. Вот когда мне начинают писать, очень много писем нам приходят с Антоном. «Ребята, что творится в мире? Какой ужас, какой кошмар! А вот еще и храмы закрыли, вот что творится?» Я тогда всегда у наших православных братьев и сестер спрашиваю. Говорю, любимые мои, во-первых, Христос воскрес. Ну, если Он воскрес, то чего вы паникуете? А если вы бедные читаете, то вообще никакой паники быть не должно. Там же обо всем этом написано. И для меня, например, у меня какая-то такая пасхальная радость в сердце, что я являюсь участником тех событий, которые были предсказаны нам, о которых мы слышали от старцев, о которых мы читали. Мы становимся участниками этих событий. Потому что, извините, если вы уже заговорили о вере, об отношении верующего человека в данной ситуации, я хочу вам рассказать такую историю, когда стояли люди в храме и говорили, «Не дай Бог дожить до этих времен!» Читая Евангелие, говорили, «Не дай Бог!» И стояла пожилая очень женщина, очень пожилая, которая говорит, «А я бы так не сказала!» А я бы как великую милость Божию восприняла бы увидеть это и пережить это, пережить вот эти события, которые предсказывают, возможно, и гонения. Потому что если мы обратимся к опыту с нашей святоотеческой литературы, мы там увидим, когда спрашивали, какие самые прекрасные времена были в вашей жизни, да? Времена ссылок, лагерей, гонений. А почему? Бог был близко. Бог был близко. Вот я говорю сейчас только о своем ощущении, я говорю сейчас только о своих чувствах, как человек, который... Вы знаете, для меня вот причастие... Ну, я как голодная, когда я без причастия, без исповеди, когда я без святых церковных таинств живу. Но почему-то вот сейчас, в это время, Господь не дает мне чувствовать этот голод, а наоборот утешает меня. Вот когда я осталась сейчас без возможности пойти к нам, без возможности участвовать в святых церковных таинствах, когда это запрещено, когда храмы закрываются, а в сердце благодать, а в сердце пасхальная радость. Потому что Господь никогда своих людей не бросает. Никогда. Царство Божие внутри вас есть. И если люди скандалили... Вы знаете, вот я заметила по своей статистике, у меня есть такая своя, такая статистика. Раньше мне писали люди, что какие плохие батюшки, какие плохие священники, что там в РПЦ у нас творится. И то есть все, и пятое, и десятое. То есть такие, знаете, скандальные такие вот, паникюрские такие письма. Именно эти же люди и продолжают находиться в мирном духе. И не с мирным сердцем. Они продолжают теперь говорить, что раньше батюшки не устраивали, теперь не устраивали, что храмы закрыли. Я им пишу, так а вам-то какая разница? Вы-то все равно были недовольны нашими священниками. Вы-то все равно искали сплошные недостатки в этом удивительном мире, который называется церковь. То есть, понимаете, мир в сердце человека, я рискну предположить, что не должен зависеть от мира, не должен зависеть от каких-то панических настроений, от эпидемий, от болезней, и даже от смерти. Если мы верующие люди, если мы понимаем, что Христос воскрес. Поэтому лично у меня никакой паники, никаких упаднических настроений, никакого уныния нет. Я смотрю, я наблюдаю, я ищу причины своего мира в сердце или не мира в сердце? Все говорят, мир изменится, он будет совершенно другой. И, наверное, спорить с этим бессмысленно, потому что мы действительно выйдем другие после этого карантина. А вот какой будет концертная деятельность после этого карантина? Она будет больше в онлайне, либо все-таки и реальные концерты, они возродятся и будут, может быть, немножко другими тоже? Как вы думаете? Я могу только предполагать, потому что мы даже не собирались, мы понятия не имели, что у нас получится вот этот домашний онлайн-концерт. Для нас это самих была неожиданность, которая вдруг возникла. Получилось все случайно, мы поздравляли нашего родственника, дядю Питю, 1 апреля с днем рождения. Ну, повесили, знаете, так, телефон на гвоздик и с гитарой стали ему что-то очень смешное петь. Потом я также, вот как была в ночнушке, с хвостиком в носках в совершенно домашнем виде пошла водить детям манную кашу, потому что проснулись дети. И потом Антон, значит, стал играть аккорды моей песни. Я вышла, увидела, что телефон работает, и прямо вот так вот с кашей спела песню, которую потом совершенно случайно вечером мы взяли да выложили в Инстаграм, просто чтобы людям поднять настроение, потому что очень много приходило упаднических таких писем, что все пропало, вот мир изменится, и мы все умрем. И мы, чтобы как повеселительный народ, выставили вот это смешное видео, которое тут же набрало 5,5 тысяч комментариев, какое-то огромное количество просмотров, и люди стали требовать, давайте нам домашние, давайте нас также продолжайте, нас радуют. И мы обратились, наш Сашенька пианист мгновенно нашел платформу, которая специализировалась на спортивных трансляциях, потому что все-таки наш живой концерт – это суперкачество всегда, мы за него отвечаем. И с изумительной картинкой спортивной трансляции, с изумительным звуком уже 12 апреля мы сделали наш домашний первый концерт, онлайн-концерт прямо из гостиной. И мы получили такие отзывы, что решили пока продолжить эти концерты. Тем более, что деньги, которые остаются у нас после оплаты платформы, трансляции и определенной аппаратуры, которую пришлось купить, мы тратим на благотворительные цели, а это невероятно приятно. Это невероятно приятно. Мы когда получили вот эти деньги, и я стала их рассылать по нашей огромной стране людям, которые находятся в чудовищном материальном положении, по тем или иным причинам. У нас только проверенная адресная помощь, например, у женщины 6 детей, младшему 3 месяца, муж погиб. В автокатастрофе она осталась одна из 6 детей и не может из-за карантина оформить пенсию. Вот буквально, кто чего там ей принесет, вот так поесть. Вот. И вы не представляете, какое-то счастье взять вот так и выслать ей деньги на продукты. Она плачет, говорит, спасибо вам огромное, говорит, и вы не представляете, как у меня выручили. И вот это вот счастье дополнительное, вообще, когда ты что-то отдаешь, и когда ты говоришь людям, зрителям, что, ребят, сейчас вот вы там перечислили вот эти там 300 рублей, и сейчас мы вот слепому папе, который воспитывает пятерых детей, вот, Алексею Николаевичу, сейчас пришлем эти деньги, не будет что-то кушать. Ну, это, конечно, особый опыт. Это сердце поет и радуется, и плюс еще дополнительная такая вот интересная вещь. Пока нам хватает тех денег, которые у нас были, что будет дальше? Будем продавать пенсии в интернете. Никогда этого не делали раньше. Вот сейчас заключаем договор, будем теперь вот продавать наши пенсии. Ну, а что делать у нас? Пока мы не знаем, как иначе зарабатывать. Честно говоря, я сразу хотела уехать в деревню. Я сразу позвонила нашему духовнику и спросила, вот, может, этот самый момент, наконец-то, может, вот оно все так и сложилось, можно прекрасно учиться на фонт-центре, можно наконец-то поехать и поселиться в деревне, наконец-то жить на своей земле, наконец-то завести своих индюков, своих ягняк. Может, вот оно то самое время, но пока не благословили. Я лично связываю свое будущее исключительно с жизнью на земле, исключительно с общинной жизнью. В компании таких же единомышленников, таких же людей, которые считают, что надо возвращаться на землю. Ну, это мое мнение. Ну, оно имеет право на жизнь, естественно, да, и очень много ваших сторонников и людей, которые тоже хотят вернуться на землю. Целое движение существует, и это понятно, потому что мы живем в таком безумном ритме, и то, что сейчас планета остановилась, в этом есть некий и сакральный смысл, подумать, осмыслить, выйти другими. Но некоторые люди не очень хорошо это понимают. Что я имею в виду? Я имею в виду тему, которая стала сейчас просто мейнстримом времени, и первый карантин, он был в Китае, и он показал. После карантина люди массово пошли разводиться. Причина, раньше в Китае была самая популярная, это супружеская измена. Сегодня главная причина, что люди физически просто не хотят находиться друг с другом. То есть они настолько устали от этого карантина, 24 часа вместе, он там носки разбросал, еще что-то. Виктория, вы работаете со своим мужем, вы с ним живете, вы растите с ним детей, 2-4 часа в сутки, и так вы и находились, и находитесь. Скажите, как мне развестись во время карантина? И более того, сделай так, чтобы брак еще больше окреп. Я ведь говорю только о своем личном опыте, и всегда предупреждаю, что он может другим людям не подходить. Я скажу так. За время карантина мы с Антоном перестали ругаться. Если до этого у нас были какие-то ссоры с регулярностью, с определенными, но мы как люди взрослые, люди, которые понимают духовные механизмы любой ссоры, да, как я всегда говорю, ну, хочешь бесов порадовать, ну, давай поссоримся, да. Хочешь ангелов порадовать, давай друг друга простим, чего нам делить-то уже? Мы с тобой 21 год вместе, мы с тобой любим друг друга, и жить друг без друга не можем. Какой мы сделаем сейчас выбор? Упрощение? Какая будет наша реакция на вот какой-то внутренний раздрай, да, отношение? И я хочу сказать, мы с Антоном пытались проанализировать, почему мы перенесли с судьбой. Почему конкретно мы на карантине, и на карантине, желаясь божьей покадать, я боюсь, что закончится карантин. Я не хочу, чтобы мы заканчивались, потому что мы ссориться с мужем перестали. И мы нашли свой ключ, мы нашли свой ключ, почему мы ссорились. Мы поняли, почему мы ссорились. Конкретно в нашем случае. Потому что мы часто уезжали от детей. И мы дико психовали по этому поводу. И вот мы заметили с Антоном такую вот катономерность, что когда мы вместе, когда дети рядом, когда мы полностью контролируем ситуацию, мы перестаем психовать. Это чисто наш опыт. Поэтому я всерьез сейчас задумываюсь о том, чтобы... Как мне сделать так? Как мне найти источник заработка? Например, возможно, начать писать книги. Я могу писать. У меня давно издательство просит. Возможно, делать побольше домашних онлайн-концертов. Поменьше ездить. Побольше заниматься образованием детей, вкладывать больше детей в детей, оставаться побольше дома. То есть я сейчас планирую переформатировать свою жизнь. И не работать гастролей в том графике, в котором мы жили с Антоном раньше. Я к этому внутренне готова. Не будете скучать? Все-таки вы артисты, сцена, люди. Это же определенная энергетика тоже. Вы знаете, я хочу сказать одну очень важную вещь, как у мужчин человека. По большому счету, я не почувствовала никакой разницы. Вот наоборот. Даже я считаю, что 12 апреля... Кстати, можно посмотреть этот концерт, и мы договорились с платформой ФСК, что он еще целый год будет в эфире. Я считаю, что это был один из лучших наших концертов. Несмотря на то, что были не все музыканты, был не весь наш концерт. Когда тебя одновременно слушает 20 тысяч человек во всем мире, это совершенно особая ситуация. Представляете, 20 тысяч сердец в одно и то же время, подключившись к твоей прямой трансляции, фактически создают твой концерт. Я могу сказать, что ух! Но тем интереснее будет концерт 9 мая, где все-таки вы будете петь и вместе с Антоном, и со своей дочкой. Поэтому, дорогие друзья, мы всех приглашаем. Обязательно смотрите и слушайте. Виктория, и, как я сказала, мы выходим накануне 9 мая. Война затронула семью каждого из нас. И, может быть, вы расскажете о том, как это было в вашей семье. Воспоминания ваших бабушек, дедушек. Сейчас-то особенно ценно. Ну, конкретно о нашей семье Морозовых даже написана книга. Даже есть книга, где описана история нашей семьи. Это очень практическая книга. Я вам больше скажу. Я именно в этом году ее не рассказываю. Потому что в этом году людям нужны какие-то жизнерадостные истории. Как, например, история про бабушки и прадедушки Антона. Бабушка Антона три раза получила похоронку. Три раза не поверила. И пока я не написала что друг один говорит видел, кажется, Яшу в санитарном поезде. Полностью парализованного худой узнал только по глазам. То есть кожа до кости узнал по глазам. Вроде Яша. Документов нет. Они на тот момент находились, она с двумя малышами находилась в Екатеринбурге. Она узнала, что этот поезд идет через Екатеринбург. Из этого санитарного поезда, когда он остановился на станции, она разыскала по глазам, нашла абсолютно парализованного дедушку Яшу, сняла его с поезда, договорилась с начальником поезда. Это было невозможно. Она не могла доказать, что она его жена. Но тут уже включился дедушка, наш народный артист, ему 88 лет исполняется в этом году, Михаил Яковлевич Каплан, который стал кричать, отдайте папу, это мой папа. Он кричал, голосил так, что в конце концов дедушку Яшу отдали. И бабушка Ася на саночках его с двумя малышами привезла домой. И постепенно его выходило. Он стал сначала одним пальчиком шевелить, потом рукой, потом второй рукой, ногой и так далее. Она полностью его выходила, и у них еще после войны родились двумя родственниками, тетя Дина и дядя Боря. Вот это история семьи Антона. У меня история очень тяжелая, потому что мои родственники находились в Белоруссии на тот момент, когда стремительно началась война. и двум свидетелям, которые остались живы, это мой дедушка и его сестра, на тот момент было 16-15 лет. Дедушка прибавил себе годков и сбежал на фронт. А Наташа осталась в деревне, осталась, когда вошли немцы, мой дедушка Иван Ливонович Морозов был председателем колхоза. И всем председателям колхоза первое, что предлагали немцы, когда приходили стать старостой, ему тоже, конечно же, предложили. Предложили сдать всех партизан, стать старостой и служить немцам. Дедушка прекрасно знает, что ждет его семью, мою бабушку Монику, Адаму Шеверлискайте, его малышей, его Наташу, прекрасно зная, он отказал, даже были сказаны слова в книге написаны, что он сказал слова, что я не позволю, чтобы мои дети жили детьми предателя. Пусть лучше они погибнут, чем жить в таком позоре, зная, что их отец служит немцам. Это было сильно. Это было сильно. Это был сильный поступок. Он отказался, его расстреляли на месте за отказ сотрудничать с фашистами. А бабушку Монику Адаму Шеверлискайте с детьми посадили в поезд и отправили в концлагерь. И уже дальше Наташа рассказывает, что там происходило. Двоих заболевших малышей живыми выбросили с пули, у них поднимали температуру, и на них даже не тратили пули. На бабушку Монику пулю потратили, когда она сошла с ума и стала бросаться на фашистов после того, как они выбросили малышей из поезда. Ее уже расстреляли и вслед за малышами выбросили из поезда. Тюйцу Наташу не убили только потому, что она была сказочной красоты. Она была очень красивой, с огромными глазами. У меня сохранилась ее фотография. Ее привезли в концлагерь, ее жутко избивали, ее жутко насиловали, и у нее после войны так и не было детей, поэтому она очень любила нас. Была невероятно добрая. Она привозила нам всегда чемодан и конфет. Жила она под Донецком и раз в год к нам приезжала в гости. Я помню, у нее все ноги были в огромных шишках, в огромных вот таких нечеловеческих шишках. Вместо ног плашные шишки. И она каждый раз говорила мне, что это меня фашисты били. Это меня фашисты били палками. Вот. И я первый раз сейчас рассказываю эту историю, это первый раз, когда я не плачу и вообще могу ее рассказать до конца. Вот такая история. Поэтому говорить, впадать в уныние, говорить о том, что мы как-то плохо живем, мне никогда это в голову не приходило. Какие бы испытания не были, как бы тяжело не было, я работаю с 13 лет. трудно работаем, мы очень тяжело зарабатываем свой хлеб. Но никогда в голову после этих рассказов мне не приходило вообще жаловаться и говорить, что что-то у нас плохо. Я только благодарю Бога за все. Да, и вы знаете, Виктория, вот после этой истории те люди, которые говорят, что мы сейчас переживаем войну, что нам сейчас так же, как и 75 лет тому назад было, мне кажется, нет. Совсем не так же. И история вашей семьи. Я отношусь к этому времени с огромной благодарностью. Вы знаете, мы зашли в тупик. Я помню очень хорошо свои мысли на этот Новый год. Знаете, я очень интуитивный человек, и у меня было вот это вот предчувствие, что-то нужно менять, что мы дошли до края, что дальше нельзя так продолжать жить. Вот это ощущение было у меня очень-очень четкое. Я понимала, что дальше нельзя продолжать жить со стопроцентной статистикой разводов. Я понимала, что дальше общество не может жить. Мы же по регионам ездим, я всегда спрашиваю, какая у вас статистика разводов. Во многих регионах практически 100%. То есть это значит, что разрушен институт семьи. Почти разрушен. Я понимала, что дальше мы не можем жить в детстве, где мы будем полным убийц ватидевистов. Когда аборт считается абсолютно обычным делом и не считается убийством. Когда убивается по 6 миллионов детей в год. Я понимала, что такое общество не может дальше продолжать жить. что что-то будет происходить, что я считаю, что Бог никого никогда не наказывал. Но мы подошли к тому краю, которым мы показали плоды своей вот этой бездуховной жизни. Когда мы разучились любить, когда мы разучились вместе жить, и когда мы не считаем аборт убийством. мы подошли вот к этой грани. И еще вот этот нескончаемый обман, когда куча коммерческих институтов, когда родители делают вид, что они учат детей, когда платят за обучение, дети делают вид, что они учатся и получают образование, а педагоги делают вид, что они учат. В результате у нас огромное количество абсолютно неприспособленных к жизни людей с дипломами, которые считают себя интеллигенцией, считают себя неслышим образованием. Понимаете, вот мы подошли вот к этой грани бессмысленности абсолютного вранья, когда уже бесполезно врать самим себе, когда мы просто смотрим вокруг и говорим, у нас разрушен институт семьи, у нас убивается огромное количество детей, мы не можем не замечать, какое количество больных детей стало рождаться, мы не можем не замечать, какой обман и ложь из средств массовых информации, мы не можем не замечать, что место журналистов заняли абсолютно не имеющие права находиться на этих местах безграмотные люди, которые не могут написать даже заголовок без ошибок. Понимаете? то есть мы подошли к тому моменту, что надо перестать врать самим себе. И какая бы жестокая ни была эта правда, мы должны себе признаться, что дальше так жить нельзя было продолжать. Когда все паникуют, говорят, мир не будет таким, как прежде, я говорю, и слава Богу, и слава Богу, что у нас сейчас есть шанс отрезветь, протрезветь и посмотреть честно на правде в глаза. Ребят, вам нравится, как мы живем? Мне нет. Я не хочу, чтобы я буду своим детям говорить, что вот это ложь, вот это вранье, вот так быть не может, вот это фикция, вот это не успех. То, что нам пытаются рассказать как успех и показывать как успех, это не успех, дети. это не настоящее. И вот это, когда ты в кругу своей семьи можешь объяснить детям, у тебя страшно болит сердце, когда ты видишь, что другим детям возможно и некому объяснить мамам, которые выросли на доме два, которые не понимают как вообще не то, что создать семью, а как вообще даже общаться даже со своими подругами, не то, что с мужем. которые абсолютно не понимают свое, перестали понимать свое место вообще не в своем роде. То есть кто я такой, кто мой род, кто у меня были бабушки, дедушки, что у меня за родина, что у меня за государство. То есть просто вот так обрублено все. И совершенно понятно стало, что это нужно как-то прекратить. И милосердный Господь, я человек верующий, у меня свой взгляд на этот, милосердный Господь дал нам шанс начать все заново, переосмыслить все и начать заново жить счастливой жизнью, а не бессмысленной, бессмысленной, не никчемной, неинтересной, которой она была, в принципе, к этому рубежу уже все подошли. Вот и все. Виктория, вот на этой светлой на самом деле ноте, да, ведь переходя на другую какую-то ступень, всегда это очень непросто, всегда приходится через какие-то препятствия, страдания, преодоление себя это делать. Ну вот, наверное, мы стоим сейчас, движемся уже в этом направлении, и я вас благодарю за этот очень искренний, теплый, невероятно глубокий разговор. Честно вам скажу, я не думала, что беседа будет, мы затронем такие темы, но спасибо вам большое, потому что так мало на сегодняшний день думающих, мыслящих людей, которые понимают, что такое хорошо, что такое плохо, да, и передают эти знания своим детям, своей публике. Спасибо вам огромное, Виктория, с наступающим праздником, днем победы вас, мира, добра, любви вашей семье. Спасибо вам большое. До свидания. Это моя маленькая заведущая, я прошу еще раз прощения. Я хочу сказать еще в утешение, в утешение нам всем. Вот как, да, ну, люди, мы паникуем чрезмерно, говорим, а на кого мы, как же мы оставим наших детей в этом мире, да, вот многие мне пишут, как оставить, а вот допустим, вот у меня женщина сейчас из Германии пишет, говорит, ну вот допустим, мы умрем с мужем, вот у нас 12-летний сын, мы люди в возрасте, встретились поздно, родили вот сына, говорит, как вот, как же будет жить в этом мире? Я хочу сказать, вот то, что, слава Богу, мне, наверное, Господь дает наблюдать, мне стали писать очень много детей, 12, 13, 14 лет. Вот они как-то смотрят эфиры, читают Инстаграм, наш вот этот, Макарский, и стали мне писать песню. И я хочу сказать, насколько же удивительный Божий промысел, когда говорят, что на навозе вырастают самые лучшие, красивые, здоровые цветы. Я хочу всех нас утешить и сказать, что ничего очень страшного не происходит, ничего страшного такого, что мы не можем понести, нам Господь не даст. Но вот эти дети, которые мне пишут, умные, вот ты смотришь и думаешь, Господь дает роду вот этого спасителя просто, вот эту девочку, которая уже априори родилась с багажом духовных знаний, Господь дает вот таких вот детей, которые уже априори видят и понимают то, что я только к 40 годам начала понимать. я хочу сказать, что Господь очень милосерден и Он никогда Россию не оставит. Нам нужно немножечко только, от нас нужно совсем не, даже если вот мы совсем будем лежать, подыхать под забором спившиеся и несчастные, Господь никогда нас не оставит. Я верю, что в последнюю минуту Он положит нам на сердце вот это покаяние и возможность покаяться и сказать, Господи, Господи, все будет хорошо, Господи, прости меня, Господи, исправь мою жизнь. Мы по-человечески не можем, а Бог точно знает, как. Так вот, вот этих детей нам сейчас Господь дает удивительных. Я с ними постоянно общаюсь. Они мне пишут письма. Удивительных детей никаких предпосылок рождаться у родителей, которые выросли на доме два и разрушили свои браки. И пьют, и непонятно, что у них там происходит, и скандалят. Никаких человеческих объяснений этому нет. Как и не было, ни одного, ни один политолог, экономист не расскажет вам, каким образом Россия выиграла в этой войне. Не сможет вам объяснить. Ни политолог, они все говорят, ну как это так получилось, что в один момент самые грамотные подководцы немецкие стали делать какие-то детские ошибки. Как такое может быть? Я думаю, потому что в какой-то момент в этой мясорубке произошло покаяние. В какой-то момент страдающие люди сказали, Господи, помоги. Вот. Поэтому я в очередной раз уверена, что мы сможем это сказать и выйти из любой проблемы победителями. Потому что я уверена, что за Россией будущее. Я уверена, что вот за этим, Господи, помоги, будет равняться весь мир и чувствовать вот эту духовную мощь России, духовную мощь ее, которая всегда есть в покаянии. А для того, чтобы покаяться, иногда нужно дойти до вот этого крайнего-крайнего состояния духовного обнищания, до которого мы регулярно себя доводим, каемся и побеждаем. У меня все. Виктория, спасибо вам огромное. Еще раз вас и Антону, всю вашу семью с праздником Победы. Мы действительно поколение победителей и таковым поколением мы останемся. Вот на этой торжественной праздничной ноте я завершаю нашу беседу. Еще раз вас благодарю и до новых встреч в эфире. До новых встреч. Спасибо большое. Спасибо большое. Всего доброго. На завершение нашего разговора я хочу напомнить, что 9 мая в 18 часов на телеканале «Русский мир» состоится концерт песни «Великой Победы». Лучшие голоса страны в домашней обстановке записали для вас песни военных лет. Среди исполнителей есть Виктория и Антон Макарские, Владимир Девятов, народный артист России, певица Ивановна и многие-многие другие. Так что давайте дома все вместе отметим праздник и споем песни Великой Победы. До новых встреч на волнах телеканала «Русский мир». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...